вот да там находится витланд дальше слева на самой макушке можно видеть янтарный сегодня мы переместились от витланда к замку лакштетт ой мрачные воспоминания честно говоря после этого замка ну и короче заканчиваем еда в балтийске здесь мы еще не были и как раз таки прошлый раз мы были на балтийской косе сегодня мы проходим по молу но не торговому молу а по который вел к маяку удивительно по набережной играет музыка какая расслабляющая ходите прогуливаетесь и дальше можно видеть вдалеке уже памятник елизавете вы можете задаться вопросом какого черта аэропорт называется елизавета петровна тогда вот приезжая в балтийск вы тоже можете озадачиться вопросом а что здесь вообще делает этот памятник посвященный елизавете все оказывается достаточно просто в 1758 году кёнигсберг был под властью российской империи и здесь располагались российские солдаты вот и там было много всяких нюансов казусов связанных соответственно с российскими солдатами и местными жителями но тем не менее вместо талера ходил рубль и это было все связано с семилетней войной как раз таки елизавета за это время прибрала к рукам кёнигсберг кёнигсбергской губернии до который стал кёнигсбергской губернии и самый мануил кант присягнул елизавете и стал гражданином российской империи не гражданин русским подданным вот это вот все благодаря это елизавете петровны и когда после елизаветы пришел петр третий который там гальштинский в общем из немецких и конечно же кёнигсберг отдали обратно восточную пруссию присоединил обратно к пруссии давайте подойдем характерный мануил кант остался верен елизавете он не стал присягать прусскому королю снова когда пруссы завладели кёнигсбергом он остался верен елизавете остался русским подданным вот вот поэтому могилу канта и оставили у кафедрального собора интересно даже кстати у музея мирового океана можно встретить скамейку на которой есть шляпа канта и смотрит куда-то туда как я понимаю на запад с репетом первый смотрит другую сторону находимся сейчас на набережной на самом деле на этом месте раньше находился памятник фридриху вильгельму памятник не сохранился здесь установлен памятник петру первому в девяносто восьмом году в честь трехсотлетия морского флота россии приведу для обзора фотографию от этой набережной в тридцать третьем году она сделана и здесь стояла трехмачтовый парусник горк форк и он был сделан германии как раз таки на этой фотографии можно прослеживать как на корме этого парусника там можно видеть что это был нацистский флаг в свое время по репарациям отошел советскому союзу этот парусник снимали во многих советских фильмах их можно на самом деле посмотреть в интернете он назывался парусник товарищ парусник советское время был приписан украине и в девяностых годах украина по дружеским отношениям западной германии передала ну продала точнее этот парусник и немцы восстановили его потому что он был очень плачевном состоянии город был назван балтийском сорок шестом году переименован из пилау то есть в апреле сорок пятого года велись бои за этот город памятник архитектуры муниципального значения мемориальный камень честь 25-летия балтийска в память о героях штурма города пилау берегу балтийского моря находится вот такое сооружение ну явно напоминает наблюдательную вышку которая как раз таки контролировала вход к балтийску вот господа когда-то вы смотрели репортаж про западный форт это вот на том берегу такая красивая панорама здесь если еще не смотрели этот репортаж что ссылка в описании а это типа дзота вообще местные жители посоветовали нам спуститься сюда это вот спереди канал крепости пилау туда мы не пойдем а здесь сказали по тропинка можно пристили какие-то бункера и по легенде в одном из бункеров есть проход под заливом на косу я не знаю верить не верить но вот легенда балтийска это то что вот вот здесь под этой водой к форту западный под водой находится туннель который видимо немцы организовали правда неправда я не знаю давайте порассуждаем в комментариях на самом деле кто-то говорил что есть туннель из кронштадта это остров у питера и он вел по моему до петергоф или до самого питера опять же байки в никто не так до сих пор этот ход не нашел под водой но построили тем не менее там туннель сегодня можно со стороны ломоносова на кронштадт по туннелю проехать вот но это уже когда построили мне трудно вообразить что когда-то могли построить вот здесь наверно метров 500 точно вот туннель кстати вот набережная до этого была бетонная здесь осталась старинная набережная и камушки снизу такие чтобы волны не подмывали дальше пойдут вот такие бетонные плиты конечно из его луны чтобы не подмывала набережную и вот набрели на какой-то один из бункеров но тут конечно мусора куча короче да тут кто-то народ тусил туда забираться конечно опасно так не вижу конечно чтобы там какие-то входы дальше были но 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 не ничего не вижу там стена вроде но вот такая опять к это какое-то военное сооружение да уж вот так вот настроили здесь шведы немцы чего только можно было настроить а вот и вход в принципе ну тут конечно все за это загажено туда даже суваться нет смысла и опять ловить всяких насекомых на себя ой да короче я уже начинаю знаете уже начинаю разочаровываться потому что просто вот не охватить здесь столько всего это все просто не охватить и не снять а у меня что-то на газа чесалось походу после леса психосоматика ужас дюны двигаются забор почти занесло если на кушской кассе там специально устанавливаются еще выдуманные немцами разные сооружения чтобы дюны не перемещались то здесь как бы ну понятно что здесь не небольшие дюны но тем не менее можно по данной территории наблюдать как песок перемещается во времени и пространстве и мы подходим к старинному зданию раньше в этом здании у немцев располагался окружной суд пилау сегодня там расположен музей балтийского флота и вот можно увидеть старинную архитектуру немецкую музей напротив музея балтийского флота располагается сегодня православный собор раньше явно это был какой-то это была кирха скорее всего скорее всего протестантская да это сегодня кафедральный свято-георгиевский морской собор балтийского флота бывшая реформистская кирха города пилау построена в 1886 году восстановлена в девяносто первом году во многих старых немецких городах в смысле уже не немецких осталась такая брусчаткой она до сих пор создает свою атмосферу у этого символичного маяка который находится в балтийске наш road trip сегодняшний заканчивается вот мы сегодня проделали путь от битланда до балтийска город небольшой приезжайте также болтись катайтесь на пароме ну и конечно же съездите на балтийскую косу это просто важно потому что там летом шик